О порядке выдачи удостоверения многодетным семьям, мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям и завершении строительства детского сада в поселке Харута. Эти и другие вопросы сегодня были представлены на рассмотрении администрации Ниинского округа. Подробности далее. Руководитель Департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Лагвиненко представила на рассмотрении администрации законопроект об установлении дополнительных оснований, признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам. По ее словам, данный законопроект разработан в соответствии с обращением налоговой службы по аналогии с Архангельской областью. Предлагается распространить его на сумму неурегулированной задолженности на 1 января 2018 года. И по следующим основаниям, с истечением срока направления требования об оплате пения, с истечением срока для предъявления к исполнению и с истечением срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки задолженности по пеням. Имеется в виду задолженность на 1 января – это 1 813 166 рублей, в том числе налоги сами – это 11 480 рублей и пени – 1 799 799 рублей. И также штрафы – 1 887 рублей. В том числе по отмененным налогам, налог с продаж – 456 рублей, по тем, которым уже сейчас как бы взыскание практически невозможно. И сами расходы на судебные издержки превышают сумму налога. Кроме того, на заседание был рассмотрен проект постановления администрации НАО о внесении изменения в порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям в целях содействия достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. Предлагается в 2018 году ввести дополнительную ставку субсидий на голого оленя в размере 193 рубля 80 копеек для тех сельхозтоваропроизводителей, у которых такое право получили после 1 июня 2018 года. Прошу рассмотреть и принять данное изменение. Еще один вопрос касался изменения порядка формирования фондов оплаты труда работников государственных учреждений подведомственных департаментов здравоохранения, труда и соцзащиты НАО. Эти изменения обусловлены с учреждением Бюро судебно-медицинской экспертизы, где работают под указанной категорией – это врачи-санитары, медсестры. Предлагается в рамках исполнения указа президента увеличить фонд для того, чтобы выплачивать заработную плату работникам в этом учреждении на уровне установленного указа президента. СИЧМ предлагается в норме по втуплению его в силу распространить его действия с 1 января 2018 года. Следующий законопроект, представленный Сергеем Свиридовым, внесение изменений в часть 1 статьи 23 окружного закона о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории округа. Эти изменения связаны с поручением Министерства образования, зафиксированным протоколем, которые поступили в адрес администрации низко-автономного округа по обеспечению воспитанников, замещающих их в семьях на возмездной основе, выплатами в размере прожиточного минимума, в основном в регионе с учетом возрастной категории ребенка. Но необходимо отметить, что у нас есть две выплаты. Одна из них устроена в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории округа. Это ежемесячно пособие на содержание детей в пикунских и приемных семьях. Размер пособия зависит от возраста подопечных. И он составляет, есть градация от 8 тысяч и до 12. И выплаты, которые установлены в закон о мертвых мерах социальной поддержки детей и сирот, она составляет 9 723 рубля. Если их совокупно посчитать, то выплаты на детей трехвозрастной категории составляют сегодня ниже прожиточного минимума. По словам Сергея Свиридова, в рамках рассматриваемого проекта предлагается установить ежемесячную выплату для всех категорий без разбивки по возрастам в размере 12 500 рублей. На эти цели потребуется дополнительно порядка 4 миллионов рублей. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север.